Дорогие друзья, сегодня у нас четвертая лекция Игоря Иванова в цикле лекции «Масштабы времен». Сегодняшняя лекция посвящена ультразвуку и фанонике. Пожалуйста, Игорь. Окей. Ну что, в прошлый раз мы говорили про акустику, про звук и только дошли до ультразвукового диапазона. А сейчас мы поднимемся еще дальше по шкале частот и поговорим про ультразвук и явления, которые, значит, как можно использовать ультразвук на практике. Давайте сначала окинем широким взглядом всю шкалу, доступную диапазонов частот. Так, слайд виден, да? Да, все видно. Ну, смотрите, значит, шкалат у нас большая, область звука занимает от нескольких герц, от 20 герц до 20 кгерц. Все, что выше 20 кгерц, ну, это примерно считается ультразвуком. Вот, но на самом деле с области порядка 100 мегагерц часто говорят уже про гиперзвук. Вот. А область в районе 1 терагерца – это уже, в общем-то, тепловые фаноны, это тепловое движение. Для того, чтобы почувствовать масштаб ультразвуковых явлений, вот здесь вот приведены две таблички, значит, два ряда чисел. Это длина волны этого звука в воде и длина поглощения в морской воде звука с такой частотой. Вот вы помните, да, что мы в прошлый раз обсуждали, что с повышением частоты у нас резко возрастает поглощение звука в воде. Вот. Это, конечно, резко уменьшает дистанцию, до которой звук может распространяться. Ну, вот, смотрите, в районе килогерца еще мы говорим про вполне макроскопические размеры. В районе мегагерца длина волны уже миллиметры, ну, длина поглощения еще десятки метров. В районе гигагерца все, мы уже перешли в микроскопический масштаб, намного меньше миллиметра. Вот. Поэтому вот эта область, когда выше 100 мегагерц, уже речь идет, называют уже по-другому гиперзвук, да, она примерно характеризует область, когда мы переходим к микроскопическим масштабам. Просто гиперзвук уже не распространяется на обычные макроскопические расстояния. Ну, а в районе терагерца уже и длина волны, и длина поглощения – это порядка нанометров. В общем, это уже расстояние, близкие к дискретности веществам, поэтому здесь можно говорить только об устройстве материи там и о совсем уж наноскопических устройствах. Значит, перед тем, как мы пойдем дальше по всей шкале, давайте парочку терминологических моментов. Значит, во-первых, слово гиперзвук иногда может сбивать с толку, потому что есть еще другой термин – гиперзвуковая скорость. Гиперзвуковой скоростью называют скорости летательных аппаратов со скоростью выше 5 скоростей звука, то есть выше маха равного 5. Это совершенно другой термин, он никакого отношения к этому гиперзвуку не имеет, хотя иногда на жаргоне и гиперзвуковые скорости тоже называют гиперзвуком. Значит, для нас гиперзвук – это просто ультразвук с частотой выше 100 МГц. Для того, чтобы еще больше сбить с толку, наверное, стоит упомянуть, что в начале 20 века то, что мы сейчас называем ультразвуком, ну или по-английски альтрасоникс, тогда не использовалось, тогда люди говорили про суперсоникс, то есть сверхзвук. И это, конечно, сейчас совершенно сбивает с толку, потому что сейчас сверхзвуковые скорости – это скорости выше скорости звука, и это никакого отношения к частоте не имеет. Но, к счастью, так уже, в общем, не говорят. В районе 30-40-х годов начал употребляться термин альтрасоникс. И последний момент. Вот тепловые фаноны и область порядка терагерца. Давайте прикинем типичные числа. То есть если взять комнатную температуру, 300 Кельвинов, пересчитать ее в энергию одного кванта, это будет примерно 26 милиэлектрон-вольт. И дальше это дело пересчитать в частоту, то получится примерно 6 ТГц. То есть в металле, в кристалле, при температуре порядка комнатной, туда-сюда гуляют фаноны, то есть колебания кристаллической решетки, с частотами вплоть до нескольких терагерц. То есть это есть диапазон типичный для тепловых фанонов. Ну, я думаю, что вы без меня знаете, что ультразвук применяется очень широко, у него есть множество фактических применений. И самая главная вещь, которую стоит подчеркнуть, почему вообще ультразвук настолько более полезен, чем обычный звук, это просто тот факт, что у него маленькая длина волны. Благодаря маленькой длине волны мы можем излучать ультразвук не во все стороны, а в виде узкого направленного луча, звукового луча. Кроме того, ультразвук хорошо отражается от границы раздела между средами с разными упругими свойствами. И раз он отражается, его можно детектировать. И именно на основании этого у нас работают такие технологии, как эхолокация, медицинское УЗИ, обследование и так далее. Почему оно работает? Потому что длина волны, она меньше в том числе и вот этих объектов, которые мы хотим изучить. Именно благодаря этому мы видим эти объекты в ультразвуковой прослушке. Вот это самая главная польза от ультразвука, самая главная причина, почему ультразвук так полезен в фактическом применении. У ультразвука есть также еще побочное явление, это поглощение. В принципе, это вещь, которая мешает во многих случаях, но в определенных технологиях это наоборот преимущество. Потому что если у нас есть сильное поглощение ультразвука в воде, то это значит, что мы в воде высаживаем большую энергию. Поэтому это может оказаться инструментом для воздействия на среду, а не только для просвечивания. И это уже используется и в медицине, и в материаловедении для ультразвуковой обработки материалов, для ультразвуковой сварки и так далее. Значит, применение ультразвука совершенно широчайшее. Я думаю, что вы понимаете, что есть огромное количество и книг, и учебников. Существуют даже энциклопедии по применениям ультразвука. Здесь я вот упомяну, что еще в Советском Союзе в 79-м году вышла прямо отдельная маленькая энциклопедия под названием «Ультразвук», в которой описаны и физические основы ультразвука, и практические применения. Ну, а для более современного справочника я могу посоветовать вот эту книжку. Там в конце лекции у меня будут ссылочки. Еще я замечу, что я просто сделал поиск по научным журналам, в названии которых встречается слово «Алтрасоникс» или «Алтрасоник», и обнаружил там примерно 20 журналов, которые направлены на те или иные применения ультразвука. То есть настолько это широкая область практических технологий. Окей, ну давайте теперь перейдем непосредственно к ультразвуку и начнем с краткой истории того, как, собственно, человек дошел до жизни такой, как он научился слышать ультразвук и использовать его для практических целей. На самом деле первое столкновение человека с ультразвуком было еще в 18 веке, и, в общем-то, исследователи той эпохи не осознали, что речь идет про ультразвук. Был такой исследователь, натуралист Ланцарос Спаланцани. Он в свое время заинтересовался вопросом, почему летучие мыши способны ориентироваться в полной темноте, не натыкаясь на препятствия, и способны вполне ловить там свою добычу. Он провел над несколькими видами летучих мышей довольно немилосердные эксперименты и обнаружил, что вовсе не глаза ответственны за эту способность. Он даже предположил, что у летучих мышей существует некоторое особое новое чувство, которое он даже нехотя признал, потому что он никак не мог объяснить свои эксперименты. Чуть позже другой исследователь, француз Луи Жюрин, послушав про эти опыты, доказал, что на самом деле за такую навигацию ответственны уши летучих мышей. Нам сейчас кажется, что после этих экспериментов совершенно естественный вывод, который можно предположить, что летучие мыши спускают некоторый неслышимый нами звук и потом слушают его. Но вот почему-то исследователи той эпохи этот последний шаг не сделали, поэтому в течение всего 18-го и 19-го века этот вопрос оставался открытым. Люди не очень понимали, как так летучие мыши ориентируются в полной темноте. И только в 20-х годах, 20-го века, то есть в районе 1920-х годов, была четко высказана мысль о том, что они, собственно, излучают ультразвук, и только в 1938-м году Дональд Гриффин с помощью ультразвуковых датчиков действительно это все доказал. Он, собственно, и ввел термин эхолокация в применении к летучим мышам. То есть забавная вещь, что в течение всего 19-го века люди не в курсе были, что на самом деле летучие мыши используют ультразвук. Давайте теперь познакомимся с тем, как, собственно, летучие мыши это делают. Ну, ультразвуковая эхолокация – это, по сути дела, очень простая вещь. То есть она работает как радар, но только в ультразвуковом диапазоне. Вот летит летучая мышка, она излучает ультразвуковые импульсы, они летят в воздухе, если есть какое-то препятствие, они от этого препятствия отражаются, и эта отраженная ультразвуковая волна попадает обратно к летучей мыши, и она его слышит. Вот. Типичные рабочие частоты, на которых спускают звук летучие мыши, они, конечно, меняются от вида к виду, но это примерно десятки килогерц, иногда даже чуть выше сотни килогерц. Им соответствует длинный волн порядка нескольких миллиметров, и это вполне достаточно для того, чтобы летучие мыши могли детектировать объекты размером в несколько миллиметров. То есть насекомых, например, их лакомую добычу или какие-то препятствия. Значит, что делает летучая мышь, когда она прослушивает, когда она испускает волны и потом прослушивает эхо? Она вот в свободном полете, когда она еще не охотится ни за кем, она испускает короткие ультразвуковые импульсы примерно 10 раз в секунду. То есть она испустит импульсы, потом в течение примерно 100 миллисекунд слушает эхо. Ну, вы можете посчитать, что при скорости звука 340 метров в секунду, 100 миллисекунд это 34 метра, то есть за эти 100 миллисекунд звук успеет пролететь туда и отразившись вернуться обратно с дистанции примерно метров 15. И это ей вполне достаточно для того, чтобы спокойно лететь. Если же она слышит звук сразу после испускания, то тогда по времени запаздывания звука она определяет расстояние до этого объекта. А по интенсивности, по громкости звука она определяет размер объекта. То есть от стены, понятно, отражение будет гораздо более сильное, чем от мелкого насекомого. Поэтому она сразу понимает, с чем имеет дело. Если она наткнется на добычу, она начинает охоту, и тогда она уже прицельно излучает ультразвук в том направлении, настраивая свои уши-локаторы для того, чтобы лучше это дело слышать. И в последние доли секунды перед поимкой добычи она резко ускоряет темп испускания ультразвука. Здесь прямо видно диаграмму, прям последние полсекунды перед моментом поимки добычи. Вот она резко ускоряет импульсы, изменяет частоты. Здесь прямо видите, в последние, наверное, 50 миллисекунд она проводит частоту до 100 импульсов в секунду. И это все нужно для того, чтобы как можно точнее определить расположение мишени относительно себя. То есть когда ей нужно открывать пасть, чтобы ловить, или там когти, чтобы ловить эту добычу. Вот так вот работает эхолокация у летучих мышей и довольно успешно. Да, кстати, вопросы можно, наверное, задавать прямо по ходу, если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, уточнения. Окей, значит, эхолокация в технике, она, по сути дела, использует ту же технологию. Но помните, я говорил, да, что в течение всего 19 века люди были не в курсе вообще-то, что летучие мыши используют ультразвук. Поэтому, конечно, эта гидролокация, она развивалась не из летучих мышей, а как независимый раздел техники. Потом уже было понято, что это то же самое. Давайте немножко про ранние шаги поговорим. Ну, я на прошлой лекции уже говорил, что, в принципе, еще арестователи Леонардо Довинчи, они все знали, что звук может распространяться не только в воздухе, но и в воде. Но в то время не было, в общем-то, количественно понятно, как далеко он распространяется и с какой скоростью. Кое-какие исследователи даже считали, что скорость распространения звука в воде и в воздухе одна и та же. Вот. И только вот в начале 19 века, в 1826 году, был такой исследователь Жан-Даниэль Куладон, вот он с помощью своего ассистента на Женевском озере измерил скорость звука в воде, причем довольно хорошо, довольно точно. Она получилась примерно в пять раз больше, чем в воздухе. Вот, по его данным, это было 1435 метров в секунду. Ну, раз такая скорость нам известна, то это означает, что, может быть, можно, прослушивая океан, услышать эхо и от морского дна, или детектировать какие-то препятствия, которые есть впереди нас. И это все можно делать, не опираясь на свет. То есть это можно делать и ночью, и в полной темноте, и если вода мутная, это звук, он проходит. И вот, начиная с 30-х годов 19 века, были многочисленные попытки это все воплотить в реальность. Вот, выглядело это так, скажем, погружали под воду, там, такой шар с петардами, взрывали петарды, был большой взрыв, вот, и люди пытались услышать эхо от этого взрыва, когда он отразится от морского дна, но ничего не слышали. Они также спускали под воду такие подводные колокола, били в подводные колокола, но, опять же, никакого эхо не слышали. Вот, и это продолжалось, такая ситуация держалась примерно полвека. То есть, к концу 19 века, когда, в общем, теория ультразвука уже была вполне хорошо развита, и математические аспекты развиты, инструментарий был все-таки недостаточен для того, чтобы установить навигацию с помощью вот такой гидроэхолокации. Надо сказать, что в конце 19 века уже, в принципе, там электричество возникло, уже подводные колокола стали электрические, электрические, в принципе, люди уже научились налаживать подводную звуковую связь между кораблями, то есть, когда один корабль испускает звук, а второй слышит это с помощью таких микрофонов. Вот, но все-таки не удавалось все еще как бы активно прослушивать, то есть, испускать звук, а потом слышать эхо. Вот это еще не удавалось. Это все люди смогли сделать только в 20 веке. Вот, был такой исследователь Фессендер, который построил такой осциллятор, звуковой осциллятор на частоте примерно 1 кГц. Это не ультразвук, это обычный звук. Вот, и высаживая там киловатт мощности, люди научились наконец-то слышать эхо от морского дна или детектировать айсберги. Вот, на самом деле, это уже было некоторое запоздалое решение, потому что в 1912 году, мы все знаем, произошла знаменитая катастрофа парохода «Титаник», который шел в водах Северной Атлантики, наткнулся на айсберг, затонул и унес жизни примерно полутора тысяч человек. Вообще, эта катастрофа, она, конечно, болезненно отозвалась по изобретателям и ученым, ну, не то что ученым, техникам той эпохи. Потому что когда «Титаник» спускали на лоб, считалось, что это прямо самый передовой, продвинутый, технически оснащенный корабль. И тут он наткнулся на препятствие. Поэтому сама по себе эта катастрофа взбодрила изобретателей и посыпались разные предложения по тому, как детектировать айсберги заблаговременно, даже в ночь. И буквально в течение нескольких недель после этой катастрофы британский математик Ричардсон получил два патента на, по сути, акустическую эхолокацию. Сначала он предложил эхолокацию в воздухе, а потом под водой. Значит, чем его предложение отличалось от того, что было раньше? Он предлагал излучать звук не во все стороны, а именно формировать звуковой луч и направлять его таким акустическим прожектором в ту или иную сторону. А слушать эхо он тоже предлагал не просто микрофоном, а микрофоном, помещенным в фокус акустического зеркала. Это все делается для того, чтобы как можно больше энергии засадить в нужном направлении, и потом как можно больше энергии собрать. Для того, чтобы фокусировать звук в узкий луч, нужно, чтобы длина волны была хотя бы в несколько раз меньше размеров излучателя. Если мы говорим про прожекторы хотя бы размером в метры, например, то тогда нужно, чтобы длина волны составляла от силы десятки, десяток может быть, сантиметров. Именно поэтому нам требуется не взрывать, не сирены какие-то запускать. Нам требуется ультразвук с его маленькой длиной волны. Здесь в качестве небольшого такого отступления, просто чтобы проиллюстрировать, что не всегда изобретательская мысль идет правильной дорогой, я приведу такую любопытную историю, что кроме Ричардсона еще свое рационалистическое предложение выдвинул британский оружейник, на самом деле он американского происхождения был, Хайрам Максим, ну или по-английски Максим. Значит, этого человека, на самом деле, мы все хорошо знаем, потому что он изобрел пулемет Максима, который очень был популярен в революционной России. Он вообще был изобретатель, работал не только над оружием, но и над другими устройствами. И он предложил для детектирования айсбергов использовать эхолокацию по аналогии летучих мышей. Но только он думал в тот момент, что летучие мыши детектируют инфразвук, то есть низкочастотные колебания. Он думал, что они своими крыльями машут, и именно это махание, звук от этого махания крыльями отражается от препятствий, и они его слышат. И поэтому он рекомендовал кораблям оснастить судно инфразвуком на частоте 15 Гц и микрофонами, чтобы это дело ловить. Ну, сейчас мы понимаем, что это бессмысленная задача, во-первых, потому что на таких частотах у нас есть волнение океана само по себе, а во-вторых, потому что при таких частотах у нас расходится звук в разные стороны, и эхо мы просто не услышим. Слишком мало энергии останется. Но идея такая была. Окей, потом в дело вмешалась Первая мировая война, и она резко мобилизировала всех исследователей на то, чтобы детектировать подводные лодки под водой акустическим способом. Дело в том, что тогда немецкий подводный флот был прямо суперэффективный, он топил и корабли, и торговые суда союзников, так что против этого флота срочно требовалось найти какую-то управу. И все страны-союзники секретно начали разрабатывать разные технологии детектирования, в том числе и ультразвукового подводных лодок. Успешная технология, она появилась во Франции, и родоначальником ее был на самом деле русский инженер-электротехник Константин Шиловский, который в свое время был в районе начала 20 века революционером, но потом из-за плохого здоровья он отпросился за границу и за границей остался. Он в это время проживал в Швейцарии, и когда началась Первая мировая война, он направил французскому правительству предложение о том, как с помощью ультразвука удаленно детектировать подводные лодки. Это предложение рассмотрели, одобрили, к работе подключили французского физика Оля Ланжевена – это был довольно известный физик к тому времени, он активно сотрудничал с Пьером Марией Кьюри, работал в их лаборатории. И он вместе с Шиловским взялись за реализацию этой идеи, и в 1916 году они создали первый подходящий прибор, который сейчас официально называется электроакустический преобразователь по-русски, ну а на английский манер – это трансдюсер. Значит, это прибор, который совмещает два в одном. Это одновременно и динамик, который излучает звук в воду, и микрофон, гидрофон, который слушает эхо, приходящее от какого-то предмета. Они научились передавать сигнал на несколько километров, при условии, что с той стороны есть микрофоны, и впервые научились детектировать отражение от листа металла, размером, скажем, квадратный метр, состояние в 100 метров. Не ахтик, конечно, но, по крайней мере, первые результаты уже были. Потом, в 1918 году, Лонжевен создал новый трансдюсер на основе нового эффекта, пьезоэлектрического эффекта. То есть это эффект, когда мы прикладываем разность потенциалов к кристаллу, и кристалл сам по себе начинает вибрировать. И обратный эффект – это когда вибрации кристалла наводит разность потенциалов на его сторонах, и их можно считывать. Вообще здесь тоже может возникнуть некоторое недоумение. То есть, казалось бы, пьезоэлектрический эффект – это прямо самое то, что надо. И открыт он был существенно задолго до этого, в 1880 году, как раз учителем Лонжевена Пьером Кьюри и его братом Жаком Кьюри. Казалось бы, этот эффект надо было бы использовать для генерации ультразвука в воде давно. Но оказывается, что в начале, когда его только предложили, электротехника не была достаточно развита. То есть люди не могли просто создавать электрические колебания достаточно большой мощности и достаточно ровные, то есть на фиксированной частоте. И только в конце 19 века, в начале 20 века, когда электротехника развилась, когда появились уже на самом деле первые ламповые усилители, тогда Лонжевен, заказав эти ламповые усилители, научился усиливать очень слабое эхо, научился излучать с помощью одного цельного кристалла кварца целый киловатт энергии. И вот только тогда, после этих технических достижений, он смог резко улучшить, он смог применить пьезоэлектрический эффект. В общем, в 1918 году, по сути, технология была готова, можно было детектировать такие объекты, как подводные лодки с расстояния в сотни метров. Но к тому времени война, Первая мировая война уже окончилась, поэтому все эти наработки, они просто пошли на благо мирного развития. То есть последовали бурные применения этой технологии в период между двумя войнами. Во Второй мировой войне они, конечно, тоже активно использовались, но к тому времени все страны уже имели в своем арсенале активную гидролокацию. В США возник термин «сонар». Это просто звонкий термин для того, чтобы… Ну, там-то целая история есть, что люди, которые исследовали применение звука для детектирования вражеского флота, им было обидно, что у электротехников есть термин «радар», а у них ничего такого нет. Поэтому они придумали термин «сонар», чтобы это звучало также впечатляюще. Вот. В общем, с точки зрения оружия, ультразвук и эхолокация активно уже использовались. Вот. Но параллельно, прямо во время Второй мировой войны, люди начали исследовать океан. Потому что оказалось, что не так просто берешь и излучаешь звук. Иногда этот звук пропадает, иногда он уходит. Бывало так, что типа ночью и утром звуковая передача есть, а потом после обеда ее уже нет. Вот. В общем, вот такие вот все эффекты заинтересовали людей, и они стали изучать океан и живность в океане с помощью ультразвука. Вот. Ну, дальше, конечно, были свои этапы. Я просто не хочу подробно про это говорить. Может быть, сразу скажу, что сейчас вот эти сонары, ультразвуковые трансдюсеры, это совершенно стандартный инструментарий. Их можно купить там в магазине рыболовецких принадлежностей. Типичный трансдюсер для рыбалки стоит, ну, не знаю, 500 долларов примерно. Вот. Работает он на частоте в несколько десятков до нескольких сотен килогерц. В принципе, есть сонары, которые работают даже чуть выше мегагерца. Частота и мощность, все это определяется, ну, кроме стоимости, все это определяется еще и характером задач, то есть размером деталей, которые нужно рассмотреть, и расстоянием, с которого нужно эти детали изучить. Потому что если вы хотите мелкие детали увидеть, вам и длина волны нужна тоже маленькая. Но если маленькая длина волны, то у вас поглощение в воде больше. Скажем, на мегагерце вы дальше, чем несколько десятков метров, просто не пробьете воду. У вас звук затухнет очень сильно. Поэтому, в принципе-то, вот такие картинки, вот это затонувшее судно здесь показано, вот такие картинки можно получать на частотах в нескольких сотен килогерц с расстояния в десятки, может быть, максимум сотню метров. Но не более того. Если же вам нужно прослушать прямо весь океан до глубины, 5 километров, то здесь уже нужны всего лишь десятки килогерц, но тогда вы и настолько детально дно не рассмотрите. В общем, технологии есть разные, и все они вполне активно используются. Окей, это была краткая история ультразвуковых исследований и эхолокаций в океане. Может быть, если у вас сейчас вопросы есть, Давайте, задавайте. Вопрос, пожалуйста. То есть, Игорь, можно такое краткое резюме сделать? То есть, если у нас высокие частоты, то картинка, конечно, четкая, но зато поглощается сильно. Длинный наоборот, и что же оптимальным является? Это зависит от задачи. Если мы хотим рассмотреть, например, детали затонувших кораблей, нам нужно разрешение, не знаю, несколько сантиметров. Это значит, что вы с поверхности на глубину океана всю не пробьете никак. Поэтому либо вам нужно спускаться прямо на дно и курсировать на глубине, не знаю сколько, на высоте десятки метров над дном океана, что не так просто. Либо просвечивать с поверхности, но вы не увидите тогда такие мелкие детали. Скажем, ну, вот рыболовам, им же не требуется на глубине, там, в километры ловить рыбу, да? Ну, обычным таким. Вот. Им достаточно, там, несколько метров. Поэтому для них вполне пойдут частоты и мегагерц. Мегагерц вполне пробьет несколько метров глубины, и зато покажет вам даже самых мелких рыбок, там, размером несколько, ну, в пару сантиметров. Без проблем покажет. Понятно. А вот ты еще вначале рассказывал, что они все пытались отражение от дна увидеть, и никакое не получалось. Я что-то пропустил. И чем дело-то кончилось? И зачем им это было нужно? Ну, когда только люди измерили скорость звука в воде, они поняли, что если они услышат эхо, то они смогут измерять глубину океана. Это, вообще-то, полезная вещь, знать глубину океана для навигации, да? Глубину океана люди тогда измеряли. Но они измеряли как? Они просто спускали тросы длиной нескольких километров и ждали, пока этот трос, наконец, достигнет дна. Ясно, что точность этого измерения очень плохая, да и, в общем, длительная процедура. А если появится возможность с помощью звука это все прослушать моментально, то и не требуется тросы спускать, и точность повысится. Поэтому это, конечно, была очень перспективная идея. Но только то, как они это делали, они не осознали, что слишком слабо эхо получается. Они же били в эти колокола подводные, и звук распространялся во все стороны. И он просто терялся. Когда он возвращался одна, то он очень слабый был. И вот то, что Ланжевен предложил, точнее, Ричардсон предложил, Ланжевен реализовал, это испускать звук в виде узкого луча. Мы не тратим энергию просто так, мы сразу направляем энергию звуковую куда нужно. Но это же можно сделать только на высоких частотах, да? Это можно сделать на любых частотах, если у вас есть излучатели, которые могут направлять звук. Но если у нас излучатели размером в десятки сантиметров или в метр, то тогда придется использовать высокие частоты. И какие есть такие приборы, чтобы 5 километров промерить? Ну, вот обычный сонер, но только на частотах порядка 20 килогерц. А этого достаточно, да? Этого достаточно. То есть там размеры порядка нескольких метров. Вот сколько? 20 килогерц – это у нас длина волны 8 сантиметров. Так что если у нас есть излучательный размером метр, то это вполне нормально. А затухание какое? Затухание? Затухание небольшое. Сейчас, к этому графику. Затухание там порядка километров. А, все, понятно. Значит, если он ослаблен будет в 5-10 раз, не страшно? Мы главное его детектируем, поймаем. Понятно, спасибо. Еще у кого-нибудь вопросы есть? Ну, я не слышу, тогда давайте продолжим, пожалуйста. Окей. Так, значит, еще одно очень широкое применение ультразвука – это в медицине. Это вы, конечно, и без меня знаете, но давайте разберемся с тем, как это дело работает. Как вот получаются такие картинки красивые, двумерные, в УЗИ-диагностике. Значит, напомню сначала про поглощение в воде, ну и вообще в средах. Вот я в прошлый раз говорил, да, что в морской воде у нас есть поглощение, вот, и на частоте порядка мегагерц это поглощение, оно составляет, длина поглощения составляет десятки метров. Казалось бы, ничего страшного. Вот, на самом деле, эта длина поглощения сильно зависит от состава воды. То есть, есть графики, которые прямо показывают, что в разных морях и океанах поглощение может отличаться, ну, в разы. Вот, ну и понятно, что если мы переходим от морской воды к физиологическим жидкостям или там к живым тканям, то там, конечно, концентрация веществ гораздо выше. Поэтому там-то поглощение будет сильнее. Ну и кроме того, там не только поглощение есть, но и рассеяние. Потому что одно дело – это вода, которая в целом однородная, вот, а другое дело – ткань, в которой есть клетки и много чего. Поэтому, на самом деле, затухание звука в тканях живых намного сильнее, чем в воде. Вот здесь приведены типичные числа для затухания звука с частотой порядка мегагерц в разных тканях. То есть в жировой ткани 12 сантиметров, в мышцах 5 сантиметров, в более плотных материалах типа связки, например, сухожилия – это 2 сантиметра, в кости 4 миллиметра. А вовсе не десятки метров, как это было вот для воды. И более того, понятно, что вы теоретически это дело не вычислите, уж слишком сложная среда. Поэтому вам просто нужно это дело измерять. И оказывается, что разные методы измерения еще и дают разные значения. Поэтому, на самом деле, в литературе эти значения прыгают туда-сюда, ну, раза в два. И, видимо, они могут меняться от человека к человеку. Вот. Это длина поглощения, то есть поглощение усиливается с частотой, то есть длина поглощения уменьшается с частотой. Она уменьшается примерно обратно пропорционально частоте. То есть, видите, на частоте мегагерц, скажем, в мышцах длина поглощения 5 сантиметров, вот, но это еще терпимо, да. Если возьмем 10 мегагерц, то у нас уже будет 5 миллиметров. Вот. И просветить тело насквозь вы на такой частоте просто не сможете. Поэтому надо понимать, что когда выбирается частота для ультразвуковой диагностики, требуется вот как раз найти компромисс между размером деталей и глубиной поглощения. Давайте теперь поймем, как получается вот картинка, УЗИ-картинка. Вообще все начинается с одномерной картинки. Почему так получается? Потому что исходно у нас излучается фокусированный ультразвуковой луч. Вот есть такой датчик, который, ну, или трансдюсер, который одновременно и излучает импульсы, и слушает эхо. Вот там есть звуковая линза, она фокусирует ультразвук вдоль некоторого луча. Есть место фокуса и есть, в общем-то, довольно большой промежуток, когда луч почти сфокусирован. Вот этот излучатель работает в импульсном режиме. Он выпускает, как вот эхолокацию у летучих мышей было, он испускает короткий импульс. Вот, потом в течение 200, примерно 200 микросекунд он слушает эхо. Потом снова импульс, да, и так вот 5000 раз в секунду. Значит, звук, когда он проходит сквозь тело, он отражается от границ раздела. Здесь вот на этой картинке видно. Сверху испускаем звук, и вот когда он отражается от границ раздела, он возвращается обратно в трансдюсер, и трансдюсер записывает время прихода. Откуда берется вот это число 200 микросекунд? Ну, это определяется просто размером глубиной прослушки. Вот возьмем скорость звука типичный, да, это 1500 метров в секунду, или в более привычных для этой области единицах это полтора миллиметра за микросекунду. Вот, поэтому за 20, за 200 микросекунд он пройдет 30 сантиметров. То есть это достаточно для того, чтобы услышать эхо с глубины 15 сантиметров. То есть туда 15, и обратно 15. Вот, это типичные размеры для ультразвуковой диагностики. Вот, в результате такого измерения получается одномерная картина. Эта картина показывает границы разделов между разными средами. Что там за среды неизвестно, просто границы разделов. Значит, надо сказать, что, конечно же, сигнал, вернувшийся с глубины, затухает. И это затухание, оно может быть существенным. Скажем, ну вот, если используется типичная частота, там, 3-4 МГц, то длина затухания может составлять, скажем, 5 сантиметров. Вот. Это значит, что звук эхо, которое придет с глубины, скажем, в 15 сантиметров, оно может затухнуть уже в сотни раз. Вот. Но это не страшно. Если у нас цифровое, ну, если у нас сигнал оцифрованный, мы просто, зная задержку, усиливаем этот сигнал цифровым образом. И потом строим такую одномерную картинку с уже усиленным сигналом. Вот. Значит, понятно, что если мы хотим посмотреть совсем мелкие детали, скажем, мы можем рассматривать с помощью ультразвука даже не то, что отдельные органы, а можем видеть стенки артерий. Вот. Но для этого требуются частоты порядка десятков МГц. Там, 10, 20, 30 МГц. Потому что тогда уже длина волны становится заметно меньше миллиметра, и видны, там, существенно меньше миллиметра, и видны стенки прямо артерий. Но для такого высокочастотного звука длина поглощения уже составляет буквально считанные сантиметры. Вот. Поэтому из глубины вы артерий не увидите. Вы можете эти артерии видеть, например, ну вот, около горла, да, на глубине, там, не знаю, несколько миллиметров или сантиметров. Вот такие артерии хорошо видны, а совсем глубокие не видны. Так что, видите, идеального решения нету. Всегда есть такой компромисс между глубиной проникновения и размером детали. Окей. Но это у нас была одномерная картинка. Но она получается 5000 раз в секунду. Поэтому у нас возникает возможность направлять этот луч в разные стороны, вот, колебать туда-сюда его, и таким образом получать двумерную картинку. Значит, это делается, ну, в старых датчиках это делалось так, прямо в головке излучательной. Есть моторизированный такой подвес, который качается туда-сюда, и вот этот лучик, он просто сканирует некоторую область таким веерообразным способом. Вот, он может качаться туда-сюда 30 раз в секунду. То есть за каждое качание туда-сюда он получает примерно 100 одномерных картинок. И эти 100 одномерных картинок вполне нормально воспроизводят вам двумерное изображение. Вот, и поскольку это изображение повторяется 30 раз в секунду, мы фактически видим в реальном времени движение, видео. Вот, так вот возникает в реальном времени двумерная картинка. Ну, в современных приборах там чуть попроще, там не моторчик там стоит, да, там цифровая плоская линза, в которой не один излучатель звука, а такая, такая матрица излучателей мелких, там, может быть, даже тысяча излучателей. Вот, и все они контролируются по фазе, и поэтому в духе активной фазовой решетки мы можем излучать, ничего не поворачивая, мы можем излучать звук в разные стороны, просто настраивая относительную фазу в разных вот этих мелких трансдюсерах. Вот, поэтому в современных датчиках это делается цифровым способом. Вот это вот типичная картинка, которую вы наверняка сами неоднократно уже видели. Видели? Вот, но кроме вот обычной такой технологии, есть и более продвинутые варианты УЗИ-обследования. Например, доплерография кровеносных сосудов. Значит, что на ней получается? На ней мы не просто видим изображение, а измеряем скорость кровотока в артериях, например. И это позволяет нам узнать, как там устроены стенки, нет ли сужения стенок опасного для жизни. В общем, с какой скоростью там течет кровь. Как это делается? Это делается с помощью эффекта доплера. Звук, он может отражаться в том числе и от текущей крови, то есть от эритроцитов. Если у нас кровь движется с какой-то скоростью, то отраженный звук у нас меняет свою частоту. Вот возьмем типичный пример. Скорость в артерии 75 см в секунду. Вполне жизненное значение. Предположим, что она течет, артерия течет в направлении звуковой волны, на нас. Тогда после отражения ультразвука у нас будет относительное смещение частоты на одну тысячну. Просто потому что увеличиваем в два раза 75 см в секунду, умножим на два, получается полтора метра в секунду. А скорость звука примерно полтора километра в секунду. Поэтому одна тысячная у нас сдвигается частота. Поэтому если исходная частота у нас была 4 МГц, то эхо придет на частоте 4,004 МГц. То есть оно сдвинется на 40 кГц. Казалось бы, это очень непростая задача, зарегистрировать сдвиг частоты на такое небольшое значение. Между прочим, это, кстати, означает, что вам требуется уже импульс посылать вовсе не коротенький, а достаточно ровный, длительный. Просто для того, чтобы по частоте у нас держалась частота достаточно четко, чтобы мы могли отличить 4 МГц и 4,004 МГц. Поэтому такое исследование проводится в режиме либо непрерывном, либо очень длительных импульсах. И значит, что для этого нам нужно уже физически разделить излучатель и детектор. Вот здесь нарисована схема, как это производится. Вот у нас есть излучатель. Вот он излучает эту волну. Здесь у нас есть кровеносный сосуд, который вот так вот направлен. Вот он может излучать, отражать эту волну, и она попадает в детектор. Но кроме этой волны в детектор попадает и отражение от обычного неподвижного материала внутри тела. И это излучение будет на исходной частоте 4 МГц. Поэтому на самом деле датчик регистрирует не просто 4 МГц и не просто 4,004, а их суперпозицию. И в датчике возникают биения. И вот эти биения вполне хорошо детектируются. И именно по этим биениям можно определить скорость, с которой текла жидкость. Ну, сейчас все это делается электронно, просто детектируется сигнал и все. А раньше, несколько десятилетий назад, это все делалось даже на слух. То есть утверждается, что врач после примерно года тренировки вполне может на слух услышать биение в несколько килогерц и распознать ситуацию в норме от ситуации сужения стенок в артериях. Потому что если стенки сужены, то тогда у вас скорость больше. То есть буквально на слух можно услышать биение на частоте в несколько килогерц. Такой вот необычный мостик между ультразвуком и слышимым диапазоном. Дальше. Кроме диагностических применений, ультразвук может использоваться в медицине и в терапевтических целях. Здесь тоже немножко слов про историю. Вообще говоря, когда Ланжевен построил свой трансдюсер мощный в 1918 году, он начал проводить исследование и обнаружил, что вообще говоря, если погрузить руку в бак с водой, в которой находится мощная ультразвуковая волна, то рука прямо чувствует боль. А если там рыбки плавали в этом баке, то рыбки умирают. То есть оказывается, ультразвук достаточно мощный, оказывает очень серьезное биологическое воздействие. Ну, чуть позже было замечено, когда люди там уже в кристаллах, излучательных кристаллах это дело экспериментировали, они иногда замечали, что нечаянно коснувшись вибрирующего кристалла, можно реально получить ожог на руке. Вот. Но это все были такие отдельные наблюдения, а в 1927 году вышло очень обстоятельное исследование двух американцев, Роберта Вуда и Альфреда Лумиса, в которых они прямо вдоль и поперек изучили всяческие проявления, всяческие воздействия ультразвука высокой мощности на живые организмы, на материалы и так далее. Здесь вот перечислены типичные эффекты, которые они наблюдали. Это вскипание жидкости и образование спонтанной эмульсии, воспламенение дерева, механическое воздействие, ну и разрушительное биологическое воздействие. В общем, вот фактически с этого момента люди осознали, что ультразвук может использоваться в том числе и для серьезного воздействия на организм. Тогда еще диагностики никакой не было. Тогда вот, когда они это дело опубликовали, люди вдруг осознали, что это можно как-то использовать для биологии. Но, конечно же, они не хотели использовать для биологии в виде умерщвления животных. Они поняли тогда, что для того, чтобы чувствовать эхо, нужно снизить мощность. Поэтому сейчас терапевтическое воздействие требует большой интенсивности, а диагностическое, оно безопасное, оно намного меньше интенсивности использует. Может быть, еще пару слов я скажу про этого товарища Альфреда Лумиса. Вообще это очень неординарная личность была. Он по образованию был адвокат, вполне достаточно богатый, состоятельный человек, инвестор. Но он очень интересовался и техникой, и вообще наукой. И поэтому он скооперировался с известным к тому времени физиком Робертом Вудом, выкупил прямо целое здание, создал в нем лабораторию. И он вместе с Вудом с удовольствием проводил эксперименты, закупая, когда надо, какую надо аппаратуру. И этим дело его не ограничилось. То есть он на самом деле потом проводил много еще каких-то исследований, публиковал статьи, участвовал в изобретениях. То есть он был вполне полноценный нормальный ученый. Но просто исходно он был адвокатом и вообще человеком как бы светского общества. Про него еще рассказывают, что во время Великой депрессии, в 1930-е годы, когда резко уменьшилось финансирование науки в США, он анонимно поддерживал публикации физиков в журналах Physical Review. То есть тогда требовалась плата за публикацию и почти, ну в общем, мало кто мог опубликовать статью, потому что финансов не было. И вот он, значит, этот выплачивал издательству вот эти деньги за авторов, не раскрывая своего имени. Вот. В общем, после 20-х годов стало ясно, что можно использовать сильный ультразвук для воздействия на организмы. Но потом, правда, развернулась война. Во время войны, естественно, были развиты свои технологии. И уже в послевоенное время, в конце 40-х, в начале 50-х, в университете Иллинойса братья Фрай создали целую лабораторию, в которой они прямо целенаправленно исследовали ультразвуковой скальпель для нейрохирургии. То есть у них была вполне конкретная задача с помощью ультразвука получить такой инструмент воздействия на живой организм, который мог бы проникнуть прямо в глубь тела и вырезать точечно области размером в миллиметры. Вот. И они прежде всего это хотели использовать для нейрохирургии. Вот. После нескольких лет работы им это удалось. Они проводили эксперименты сначала на животных, потом на обезьянах, потом на людях. И, в общем, технология сразу же себя вполне оправдала. Вот. Это были первые люди. Потом, естественно, технология разошлась по всему миру. Сейчас тоже активно используется. Просто перечислю, какого типа операции можно делать с помощью такого ультразвукового лазера. Не лазера, ультразвукового скальпеля. Значит, ну, во-первых, можно прижигать внутренние ткани в том случае, если у пациента есть внутреннее кровотечение. То есть вам не требуется зарезать человека. Вам можно, сфокусировав ультразвук, прижигать там ткани. Можно прямо вырезать некоторые небольшие опухоли, особенно если они в труднодоступных местах. Крупные опухоли не получится вырезать, потому что фокус маленький. И больше фокус не сделаешь. Вот в чем дело. Вот. Но мелкие размером порядка миллиметра можно делать без проблем. Можно разрушать, значит, камни в почках. Вот. Можно проводить операции на глазах. Тем более, что там, значит, глаз же он близко к поверхности, поэтому длина поглощения там может быть даже очень маленькой, зато точность повысится. Вот. А можно вообще снизить немножко мощность, не разрушать ткани, а просто нагревать их. Вот. И отсюда возникает такая физиотерапия, когда вы прогреваете изнутри связки для того, чтобы там у вас улучшался обмен веществ. Вот. В общем, это сверхширокое направление исследований. По нему есть целые отдельные журналы. Вот. Я единственное здесь даю ссылку на такую монографию на русском языке про разнообразные медицинские применения вот этого фокусированного ультразвуковысокой интенсивности. Игорь? Да. У Артема Чуканова был вопрос. Так, то есть, получается, что миф о том, что УЗИ вредит плоду ребенка, оно небезосновательно получается, так? Потому что там все в воде находится и плюс ультразвук. Смотрите, все зависит от мощности. Конечно, вы можете взять и повысить мощность так, чтобы у вас в результате все там вымерло. Вот. Но так не делают. То есть там есть, смотрите, там есть картинка, где есть диапазон терапевтического воздействия, потом специально вставляется зазор хотя бы в один порядок по мощности, и потом граница диагностического диапазона. Вот. Там промерено, есть измерение, какой длительности, какой мощности вам нужно излучать ультразвук, чтобы у вас произошло нагревание, скажем, на 1 градус за 1 секунду. Вот. Или на 1 градус за 10 секунд. Вот это примерно считается безопасным уровнем. То есть если у вас есть нагревание на 1 градус за 10 секунд, вот, то у вас за счет теплопроводности просто это тепло расходится. Понимаете, структурно же вы там ничего не нарушаете, когда у вас ультразвук идет. А, то есть клетки остаются целыми, просто идет нагрев, да, получается? Конечно, конечно, да. Ну, смотрите еще раз, вот как, например, разрушают камни в почках. Там нет механического воздействия на отдельные кусочки этих камней. Там просто высаживается так много энергии, что у вас локально происходит нагрев за считанные доли секунды на 100 градусов или там на несколько сотен градусов. То есть у вас вскипание происходит. Вот, естественно, что если у вас в размере, там, то ли миллиметров происходит вскипание, то твердое тело разрушится. Поэтому эти камни могут разрушиться. То же самое с опухолями. Или там, когда вы восстанавливаете внутреннее кровотечение. Есть специальные диаграммы, которые показывают, какую интенсивность ультразвука вам нужно за какое время, значит, засунуть вот в область фокуса для того, чтобы у вас получился соответствующий эффект на ткани. Никакого механического воздействия на клетки не оказывается. Там просто высаживается энергия, если речь идет про ультразвук высокой интенсивности. А для диагностических целей у вас просто ниже порога, при котором у вас хоть какой-либо нагрев происходит. Поэтому там просто ничего не нагревается. То есть, а колебания клетки не происходит с этой частотой определенной? Ну, то есть, нагревание же у нас просто идет колебание, и вот клетки же колебаются. Конечно, но колеблются-то не сами клетки, колеблется вся ткань. Ну и как вот от обычных звуков, просто колеблются побыстрее, и все. Понимаете, когда у вас есть звуковое колебание, то у нее есть параметры. У него есть параметры типа типичной скорости, типичные перепады плотности, типичные давления и так далее. Вот квадраты этих колеблющихся величин дают нам интенсивность. И поэтому всегда люди ищут пороги, ниже которых можно безопасно колебать вещество. И все. Вообще, конечно, вопросы безопасности очень важны. Поэтому любой нормальный учебник, он в том числе содержит и подробное обсуждение, или там монография, подробное обсуждение вот этих порогов и вопросов безопасности, в том числе экспериментов. Разумеется, все эксперименты проводились, все эти пороги определены, и современные технологии, они все этим порогом удовлетворяют. Ну, мне кажется, понятно. Понятно. Еще какие-то вопросы есть по этой части? Ну, тогда, пожалуйста, продолжаем. Так, ну, хорошо. Давайте теперь пойдем вверх по шкале частот и прям перейдем уже к современным исследованиям. Значит, в чем мелочиться? Давайте сразу до терагерца дойдем. Значит, что такое терагерц? Терагерц – это 10,12 Гц. То есть обратная величина – это одна пикосекунда. Если мы говорим про звуковые колебания порядка терагерца, то это означает, что мы исследуем вещество. Не материалы, не отдельные девайсы, а прямо вещество. Тупичные пространственные масштабы здесь уже нанометры. Значит, какого типа явления здесь открываются? Вот давайте возьмем для примера обычную воду. Вот здесь показан схематично лед, а здесь схематичная вода, жидкая вода. Значит, у льда есть своя кристаллическая структура, которая обеспечивается водородными связями между молекулами воды. Вот они здесь такими фунтирами нарисованы. В принципе, водородные связи, они возникают и в обычной воде тоже. Просто в обычной воде из-за теплового движения и мельтешения они эфемерные. Они возникают и длятся там порядка пикосекунд, а потом разрушаются. Но в принципе, они там есть. Поэтому на пикосекундном масштабе вода – это вовсе не просто толкучка из отдельных молекул. Это реально некоторая сеть краткообразовавшихся кластеров воды. Тимеров, тримеров и так далее, которые тут же через сколько-то пикосекунд разрушаются. И вот все вместе, вот эта движуха вместе – это и есть вода. Окей. Но это означает, что если у вас вдруг резко произойдет какой-то сдвиг в воде, в обычной жидкой воде, на временах порядка пикосекунды, пока еще эта сеть из водородных связей не успела рассосаться, то эти водородные связи вам обеспечат дополнительную упругость. По сравнению с обычной жидкой водой, по сравнению с низкими частотами. То есть если на низких частотах вы сдвинете жидкость, то тогда у вас эта сеть успеет перестроиться. У вас релаксационные процессы достаточно быстрые относительно частот, поэтому у вас все сдвинется как надо. Но если у вас сдвижка очень быстрая, за время порядка пикосекунды, то релаксационные процессы не успеют снять это напряжение. В общем, у воды появится некоторая дополнительная упругость. И вот возникает вопрос, как это скажется на звуке. В начале, в 50-60-х годах эксперименты на таких частотах, конечно, еще не проводились, потому что тяжело это было. Зато тогда начал как раз развиваться метод молекулярной динамики. То есть численное моделирование поведения коллектива из нескольких молекул, из большого числа молекул, когда мы никакую квантовую механику не рассчитываем, а просто представляем себе эти молекулы в виде обычных шариков, может быть, сложных шариков, которые подчиняются законам Ньютоновской динамики. Мы пишем их координаты и скорости, пишем силы, которые между ними действуют, и вычисляем шаг за шагом, куда сдвинутся молекулы на следующем шаге. И в 50-х годах люди начали это делать, в 60-х годах совсем уже развились, особенно с бурным развитием компьютерной техники. Люди уже могли рассчитывать сотни и тысячи молекул. И вот в 74-м году Асенур Рахман, это британский исследователь индийского происхождения, вместе со своими коллегами исследовали разные жидкости, и в том числе он промоделировал 216 молекул воды. 216 – это уже достаточно много, это уже кубик размером 6х6х6. И в таком кубике уже можно видеть некоторые первые намеки на коллективные процессы, в том числе на распространение звука малой длины волны. И что он обнаружил? Он обнаружил, что при таких больших частотах, то есть при длинах волн меньше 2 нанометров, кроме, казалось бы, обычного звука со скоростью порядка 1800 метров в секунду, он обнаружил и второй звук, который был гораздо более быстрый, около 3 километров в секунду. То есть оказывается, при таких частотах есть 2 формы звука. В 1985 году, то есть через 10 лет примерно, он был подтвержден в эксперименте. Но до сих пор тогда не было понятно, что это за звук. То есть что это за 2 звука в воде и откуда такой быстрый звук взялся. Это дело будоражило физика в течение 80-90-х годов, и к концу 90-х годов возникла, в общем-то, более-менее понятная картина. Сначала пару слов про то, как вообще можно изучать такой звук. Здесь мы уже не говорим про излучатели звука и про датчики. Нет, это уже все ушло в области низких частот. Здесь речь идет про нормальные методы исследования вещества. Например, с помощью неупругого рассения нейтронов или неупругого рентгена. Неупругого рассения рентгена. То есть, скажем, нейтрон попадает у вас в вещество и отскакивает под каким-то углом с какой-то энергией. Это рассение неупругое, то есть он теряет энергию и он теряет импульс. То есть, получается, мы можем посчитать, какой импульс и какую энергию он передал колебанию. И на таком, такого типа графики, здесь у нас что? Здесь у нас как бы импульс, обратная длина волны, а здесь у нас энергия колебания, которая вычисляется из потерянной энергии нейтронов или рентгена. По такому графику мы можем в результате построить дисперсионную кривую колебаний, то есть фанонов этого вещества. И в результате оказалось, что и моделирование, и эксперименты показывают две ветви. Основную ветвь, которая быстрая, три с лишним километра в секунду. И некоторые из них показывают такую более медленную ветвь на примерно полутора километра в секунду. Вот анализ таких картинок сказал, что на самом деле обычный звук, то есть продольный звук в воде, это как раз и есть быстрый звук. То есть на частотах порядка терагерца привычный нам звук ускоряется в воде и приближается к звуку во льду. А второй звук, который мы до этого как бы считали обычным, он как раз и необычный. Это поперечный звук. Это поперечные колебания в воде. Это может сначала показаться чем-то странным, потому что вода у нас текучая, податливая. Какие поперечные колебания у нее могут быть? Но вспомните, что у нас есть сеть из водородных связей. И эта сеть на временах порядка пика секунды удерживает слои относительно друг друга. То есть вода, она не совсем жидкой становится, она называет так называемый вискоэластик уже. То есть это некоторая среда, которая совмещает текучесть и упругость. И в такой среде у вас могут быть и продольный звук, и поперечный звук, и более того, они взаимодействуют друг с другом. Вообще все эксперименты такого типа, когда у вас что-то стукается по воде и рассеивается, они по идее должны порождать продольный звук. То есть мы толкаем куда-то фанон, и он летит вперед. Но из-за того, что продольный поперечный звук при маленьких длинах волн связаны, у нас получается, что и поперечный звук здесь иногда проскальзывает и в таких экспериментах. Поэтому появляется более слабая, но все равно заметная вторая линия. Вот такая вот картина вскрылась. Но смотрите, раз у нас есть поперечный звук в воде, то значит, в принципе, это явление достаточно универсальное. И можно спросить, вообще задать вопрос, точно ли все жидкости допускают поперечный звук? Или, может быть, требуется какое-то хитроустройство молекул жидкости? А если взять какую-нибудь одну жидкость, например, ту же воду, значит ли это, что при любых значениях давления и температуры она допускает поперечный звук? Или не при любых? Вот в 2012 году была такая статья людей из Института физики высокого давления в Троицке, где они теоретически и с помощью моделирования предсказали, что в принципе одна и та же жидкость в разных местах фазовой диаграммы может либо допускать, либо не допускать поперечный звук. То есть получается, что может возникнуть новый фазовый переход между двумя формами жидкости. Форма жидкости, которая представляет из себя как бы расплав твердого тела, то есть держит в себе какую-то информацию о твердом теле и поэтому поддерживает поперечный звук. Либо просто жидкость, которая из себя представляет очень плотный газ, безструктурный газ, в котором нет поперечного звука. И спустя несколько лет, в 2015 году, вот прямо вышла целая статья, в которой сообщается о наблюдении вот этого фазового перехода. То есть в фазовой диаграмме аргона в сверхкоритической области, то есть при температурах и давлениях выше критической точки, там, где мы до этого думали, просто находится область флюида, то есть не жидкость, не пар, а флюид, как бы промежуточное нечто между ними. Оказывается, в этой области есть еще все-таки граница между двумя формами жидкости, которая допускает поперечный звук и которая не допускает. И вот люди из Института физико-высокого давления предложили эту линию на фазовой диаграмме называть линией Фрэнкеля. Честь Якова Фрэнкеля, который в 40-х годах фактически создал, был одним из основоположников современной теории звуков в жидкостях. И, собственно, он впервые так подробно расписал эту дискоэластическую структуру жидкости. Потому что до этого люди думали, что жидкость – это просто очень сконденсированный газ. А он сказал, что, в принципе, могут быть связи, которые придают дополнительную упругость. В общем, это прямо реально современная тема, которая реально делается в том числе и в России. Вы можете почитать обзор по состоянию на 2017 год в обзоре Брашкина из этого коллектива. Так что вполне передовая наука. Окей. И последний сюжет – это фаноника. Значит, что такое фаноника? До этого мы говорили про звук, который распространяется в среде. И среда поэтому играет пассивную роль. Это всего лишь был проводник звука от источника к предмету исследования и обратно. Фаноника – это когда мы настраиваем свойства среды так, чтобы управлять потоками фанонов или звуком. И слово фаноника, оно перекликается с терминами фотоника и электроника. И там, и там речь идет про специальные структуры, в том числе периодические структуры, настраивая которые, мы можем получать оптические или электронные свойства, совсем не похожие на исходное вещество. В фанонике то же самое. Мы можем делать такие вот слоистые структуры, одномерные слойки, двумерные с такими столбиками, или даже трехмерные, такой коллектив шариков, в которых возникают акустические характеристики, совершенно экзотические, совершенно не похожие на свойства прямо отдельного вещества. Значит, в зависимости от того, какой, каков период этих структур, и как он соотносится с длиной волны, люди говорят или о фанонных кристаллах, либо об акустических метаматериалах. Когда у нас длина волны сопоставима с периодом, у нас фанонный кристалл, когда длина волны много больше, чем период, это акустический метаматериал. То есть суть разделения такая, что при лямбда порядка d, у нас как бы, вот скажем, когда звук распространяется в такой слойке, он постоянно отражается от кучи вот этих слоев, границ раздела, и многоградно накладывая сам на себя, порождает совсем другую дисперсионную кривую. Вот там, ну сейчас вот нарисую, что там возникает. Когда у нас размер много меньше длины волны, то тогда звуковая волна уже, собственно, и не отражается от этих границ раздела. Она просто движется целиком в новой среде с необычным, скажем, коэффициентом преломления. Вот пример того, что может возникать в фанонном кристалле. Там могут возникать запрещенные зоны. По аналогии там с электронами, да, в обычном твердом теле в кристалле, где есть запрещенные зоны, здесь тоже могут быть акустически запрещенные зоны. То есть получается, что звук определенной частоты просто не может залезть в такой кристалл. Мы пытаемся его излучить, и он экспоненциально затухает при удалении от границы. И это, в общем-то, с точки зрения применения, очень интересная мысль, потому что буквально на нескольких длинных волн мы можем полностью заблокировать звук определенной частоты. То есть можно, оказывается, строить такие микроскопические звуковые экраны, звуковые линзы и так далее. Вот как выглядят типичные устройства. Такие вот красивые решеточки размером там микроны. И надо сказать, что такие вот решетки, они получаются не тупым высверливанием сверливанием, да, отдельных устройств. Там достаточно интересные технологии с помощью интерференции сначала. Световой интерференции на фоторезистивном материале у вас создается такая реперная сетка вот в затвердевших кусочках, а потом химическим образом вытравливается там, где этих затвердевших островков нет. Вот и получается в результате такая вот картинка. В общем, есть много технологий по их созданию. Размеры порядка микроны меньше уже не составляют проблем для двумерных структур. Вот, поэтому частоты порядка мегагерц и даже выше уже тоже не составляют проблем. В общем, фанонные кристаллы это очень быстро развивающаяся область буквально последних двух десятилетий. Если у вас есть акустические метаматериалы, то тут можно делать еще более экзотические штуки. Значит, смотрите, вы можете сделать так, чтобы у вас эффективный коэффициент преломления для звука в среде был отрицательный. То есть, чтобы у вас звук заворачивал в не ту сторону, куда он обычно заворачивает при преломлении. И более того, это дело можно настраивать так, чтобы коэффициент преломления плавно менялся от точки к точке. И на основании этого можно сделать устройство, которое, условно говоря, можно назвать шапкой-неслышимкой. По аналогии с шапкой-невидимкой. То есть шапка-невидимка, она как бы экранирует объект от обычного света, а вот эта шапка-неслышимка, она как бы прячет объект от эхолокации. Вот структуры такие реально созданы. Вот, например, такая структура относится к области там нескольких десятков килогерц. Эта структура работает на частоте 200 герц. Работают они так. Вот приходит, скажем, волна звуковая. Откуда-то сбоку, да? Если бы у нас была просто оболочка, то тогда волна бы отразилась от этой оболочки и все, эхолокатор бы заметил, что у нас есть какой-то предмет. Поэтому нам нельзя отражать звуковую волну. Звуковую волну требуется просто развести вокруг с помощью вот такой структуры, чтобы фронт волны вот так вот обтекал, эту структуру, а потом за ней смыкался снова в плоский фронт. Вот здесь прямо показаны фазы этой волны, как вот она сначала падает через вот эту структуру, а потом за ней происходит смычка, и она снова смыкается почти что в плоскую волну. Вот. Если на просвет мы с помощью микрофона прослушаем эту волну, нам покажется, что здесь посередине вообще ничего нету, что как будто бы мы через обычную сплошную среду прошли. Вот. И для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы вот здесь, в центральной области коэффициент преломления был отрицательный, чтобы это дело у нас обходило центральную область. А в центральной области вы можете поместить, что хотите спрятать. Окей. Ну, вообще, это там всего лишь два примера. Есть еще большое количество направлений исследований вот в этой фанонике. Я буквально просто в виде перечисления скажу, что уже сделано. Например, можно сделать так, чтобы у вас устройство проводило звук только в одну сторону и блокировало в обратную сторону. Это называется акустический диод или акустический выпрямитель. Это уже сделано. И для килогерц, и для мегагерц. Причем там, ну, коэффициент прохождения в одну сторону и в другую сторону составляет многие тысячи. Там реально блокируется звук в обратную сторону. Дальше. Вы можете создавать микроскопические устройства, в которых одновременно у вас резонирует и электромагнитная волна, и акустическая волна. Вот. Такого типа устройства тоже созданы. Они могут, скажем, у вас прямо локально детектировать звуковые волны и оттуда испускать радиосигнал. Прямо из этой точки, где вы это детектируете. Вообще, есть целое широкое направление в современной технологии под названием лаборатория на чипе. Это когда вместо того, чтобы там большие установки строить, да, вы как-то это все хитро на один чип вместе с электроникой, источником питания, лазерами и всем на свете помещаете. Вот. И дальше просто, скажем, капаете капелькой там на этот чип и он все, что надо вам анализирует. Вот в духе такой лабораторий на чипе, вот такое микроскопическое устройство, которое совмещает и радиоволны, и звуковые волны, это, конечно, очень прикольно. Дальше. Есть еще направление под названием активные акустические метаматериалы. Значит, что значит активные? Это значит, что у них есть источник мощности, источник энергии, который они могут использовать, чтобы усиливать проходящую волну. Все-таки затухание, оно есть всегда, и если затухание поглощает звук, то его можно как-то скомпенсировать чисто акустическим способом с помощью активного метаматериала. Это, в принципе, интересная вещь, потому что сейчас то звук как усиливается? Мы сначала звук переводим в электрические сигналы, электрические сигналы усиливаем, а потом дальше их обратно переводим в звук. Если у вас требуется делать все в микроскопическом масштабе, это, в общем, не так просто. А с помощью специальной настроенной среды, которая будет усиливать звук нужной частоты, вы можете это делать вообще очень легко. Ну и, наконец, есть попытки реализовать все эти устройства не просто для ультразвука, а для тепловых фанонов, то есть в районе терагерца. Вот. Такие устройства есть, они не сильно эффективны, но в принципе уже что-то демонстрируют. Скажем, есть тепловой диод, устройство в виде там специально изготовлены нанотрубки, которые в одну сторону пропускают тепло лучше, чем в другую. Оно не совсем, конечно, глушит тепло в обратную сторону, там коэффициент небольшой совсем, вот. Но все равно есть преимущественный переток тепла в какую-то сторону. Вот. В общем, это дело тоже активно развивается, так что, может быть, через там десятилетия люди прямо будут изготавливать микроскопические, микроскопическую схемотехнику на основе вот таких устройств для проводки гиперзвука, может быть, даже тепловых фанонов. Вот. Но это все. Вот здесь несколько ссылок, которые можете почитать, если заинтересовались. Так что, спасибо за внимание. Огромное спасибо, Игорь, за такую интересную лекцию. Каждый раз поражаюсь в объеме и разнообразии знаний, которыми ты обладаешь. Артем, вопросы? То есть, насчет теплового диода, то есть, получается, можно поставить такую вот эту, как стенку на улицу, и у нас будет обогреваться за счет улицы дом? Так что ли? Смотрите, здесь речь идет про микроскопические масштабы. Вот. То есть, когда у нас есть нанотрубка, то там тепло передается в виде баллистических фанонов. То есть, там фаноны летят из одной стороны в другую сторону, баллистически. Вот. В обычных макроскопических масштабах тепло у нас передается диффузно. Там мы никакими фанонами не управляем. Там диффузно все передается. Поэтому эта технология, она нужна именно для микроскопических устройств, скажем, для того, чтобы охлаждать какие-нибудь микроскопические девайсы, которые нагреваются сильно. Поэтому, ну, и потом, есть всегда этот, там, какой закон термодинамики. Первый закон термодинамики, да, о том, что тепло перетекает от горячего к холодному. Поэтому вы просто так не сможете взять устройство, которое берет, отбирает тепло и передает его, отбирает тепло у холодного и передает ее горячим. Нет, но не отбирает, там просто в одну сторону проходит тепло больше, чем в другую. Вот и все. Нет, ну, смотрите, если у вас есть с обоих сторон одинаковая температура, представьте себе, у вас есть одинаковая температура, вы ставите между ними такой акустический тепловой диод. То есть, означает, что фононы в одну сторону идут, в другую сторону не идут. То есть, получается, что у вас из равновесной ситуации будет спонтанно возникать разница температур. Макроскопически это нарушает первый закон термодинамики. Поэтому макроскопических таких вещей вы не сделаете. Здесь все очень хитро устроено, здесь там спектральные смещения фактически, только акустических колебаний происходят. На уровне микроустройств таком можно сделать, на уровне макроустройств вы против первого закона не попреките. А что, первый закон только для макроустройств работает? Нет, микроустройство это не просто устройство пассивное и все. Оно как бы питается, видимо, колебаниями окружающей системы. То есть, отражаются тепловые колебания, потому что они при, в общем, в одну сторону там происходит спектральная сдвижка за счет нелинейного взаимодействия, в обратную сторону и не успевает произойти. Подробности я не скажу, но в общих словах это вот так. Все циклоны термодинамики, они в микроскопическом масштабе, они не то, что не работают, там флуктуации же всегда есть. И эти флуктуации, они позволяют делать такие чудеса. Ну, выглядит это как тот самый демон Максвелла, да? Да, да. То есть, наверное, у этой нанотрубки есть еще какая-нибудь степень свободы, которая начинает болтаться. Ну, да, наверняка что-то у нее есть. Но, понимаете, если нам нужно взять и вот задача такая обеспечить направленный переток тепла, пусть даже за счет какого-нибудь внешнего источника чего-нибудь, да, пожалуйста, вот, такие устройства уже есть. Вообще, по поводу охлаждения зданий, вообще, Артем, а вы говорили про охлаждение зданий или нагрев зданий еще раз? Нагрев зимой. Нагрев зданий зимой за счет окружающей... Не, ну, ну, да, то есть, условно говоря, ты эти нанотрубки в форточку поставил и все. Окей, нет. Понятно. Есть просто другая технология, когда летом охлаждают здания без вот этих вот кондиционеров. То есть, есть просто спектрально смещающие покрытия, которые поглощают видимый свет, которые отражают видимый свет, а само излучает свет, не свет, а микроволны в районе там 8-13 микрометров. Это как раз окно прозрачности атмосферы, в результате как бы прямо в космос улетает излучение, вот, а атмосфера не светится в этой области. И с помощью такого покрытия люди уже продемонстрировали охлаждение прямо вот в солнечный день на температуру примерно 40 градусов ниже окружающего воздуха. Так что насчет охлаждения есть технологии. Насчет нагрева, ну, нагревать нужно нагревателем. Еще вопросы? Судя по всему, это действительно очень интересная область. Ну, да. Здесь типичные крутые публикации собирают по тысяче цитирований за несколько лет, если мерить такими достижениями. Замечательно. И в нашем институте почти никто не занимается такой физикой, поэтому это совершенно новое для многих, я думаю. Но вообще, кстати, акустика, то у вас как-то используется же в том же байкальском эксперименте, да? В байкальском используется, да. Так что, может быть, какие-нибудь такие ультразвуковые приложения вы найдете и для вашей техники тоже? Угу. Ну что, еще вопросы есть? Если нет, ну тогда поблагодари Игоря еще раз большое спасибо и до новых встреч в следующую среду. Большое спасибо.